Ну, в общем, да, с этой частью понятно. Второй вариант. Если у нас объём, если сложность самой операции, ну, как бы, да, дефект не включённый, он какой-то концевой. Ну, условно, возьмём, например, мы делаем направленную тканевую регенерацию, у нас есть высота, нет ширины. Без имплантата даже просто. Очевидно, что одного минерализованного порошка, спангиозного, крови и аутокости тут будет недостаточно, потому что губчатую кость остеокласты съедают быстрее, чем кортикальную. Ну, понятно, да, что компактная кость образуется путём компактизации губчатой, поэтому все соединения и концентрация растёт. Она будет, скажем так, очень рыхлая для подобных дефектов. И особенно она будет рыхлая, если тут будет стоять ещё имплантат, зона которого, вот эта, будет критической, потому что в этой области будет максимальная усадка и потери по объёму. Так вот здесь мы будем использовать смесь кортикального порошка с губчатым. Эта простая модель называется модель ведра. Вы взяли жестяное ведро и насыпали в него мячики для большого тенниса. Есть же полости, да, которые остаются между мячиками. Хорошо, мы высыпали всё и в это ведро насыпали шарики для пинг-понга. Полости же будут меньше. А когда полости будут минимальными? Конечно, когда между вот этими крупными будут маленькие. И тогда площадь их поверхности суммарная. За что мы-то бьёмся? Почему растут сосуды? Откуда эта кондукция берётся? Вот отсюда. И тогда площадь поверхности будет максимальной, а соответственно будет максимальная кондуктивность этого объёма. Согласны? А кроме того, в этой части будет остатки детритной массы, разрушенные клетки, нитрофилы, макрофаги, интерлекины и так далее, и тому подобное, которые сюда будут привлекать монокомпетентные клетки. А также здесь будет аутокость, которая будет образовывать первые центры окостенения по мере прорастания сосудов. Согласны? Ну и третий базовый материал это твёрдая мозговая оболочка. Мембранами мы пользуемся очень часто. Единственное, мы рассуждали даже на индивидуальных блоках, поскольку нет никакой информации ставить там мембрану или нет. В источниках не написано, при каких случаях ставить, а при каких не ставить. Мы пришли к следующему выводу. Если материал или костный биоимплантат, или блок, или что-то ещё контактирует со слизистой и не укрыт надкосницей, то мембрана нужна всегда, потому что там будет образовываться соединительная ткань. А если у нас участок этот полностью закрыт надкосницей, то не нужна мембрана, потому что это просто лишний барьер. Там и так всё произойдёт. То, что слой надкосницы плотно укрывает, а зачем нам ещё какие-то прокладки. Поэтому, по сути, есть два показания для использования мембраны. Это отделение материала от внешних структур для удержания его объёма. И второе – это разобщение. Поэтому во всех операциях костной пластики, мембраны из твёрдой мозговой оболочки перфорируются, кроме двух. Это разобщение уронтрального соусти и пластика, перфорация мембраны Шнейдера или профилактика этой перфорации. Там, где нам нужен плотный объём. Во всех остальных случаях ну что, всё будет? А дальше мы рассуждаем следующим образом. Есть риск плохого роста сосудов? Ну, в дефекте. Значит, возьмём три пластики в области синуса. Ну, свои кости вот столько. Свои кости вот столько. И всё. Как вы думаете... Просто направление. Я, понятно, сейчас всё расскажу вам подробно. Как вы думаете, будет ли как-то отличаться по выбору материала эти дефекты? Наши коллеги-конкуренты как рассуждают? Это золотой материал. Всё от всего. Берите всё вот там, мешайте всё вперемешку, ставьте везде и всё. Это коммерческий путь. Согласны? Так вот здесь, скорее всего, мы обойдёмся просто минерализованным губчатым порошком или смесью минерализованного губчатого и критикального, если у пациента нет никаких проблем. Вот, хороший вопрос. Стандартизация материала бессмысленна. Вот по этой же причине. Если они все будут как кирпичи одинаковые, ну так какая там будет регенерация? Надо, чтобы они были разного размера. Тогда их площадь контакта будет больше. Согласны? Какой смысл стандартизовать его по размеру? Не знаю. Это коммерция. Ну а в чём тут удобство? Вы берёте крупный или мелкий? Всё равно с ним же то же самое делать. Это занимает столько же времени. Но результат может быть разный. Вот здесь, поскольку дефект большой и у нас действуют физические факторы. Ну у нас есть гравитация элементарная, которая будет препятствовать прорастанию сосудов. Откуда будут расти сосуды в область синуса? От какой структуры? Мембрана Шнейдера это мёртвая структура, которая не имеет регенерационного потенциала сосуды, залегающие в ней, даже при повреждении от каких-то губчатых структур и от слизиста надкосничного лоскута через латеральное окно. Согласны, нет? Но только тогда, когда вот эта компактная пластинка будет разрушена макрофагами и остеокластами, потому что через минерализованную кость сосуды не растут. Но это схематичное изображение, надо смотреть по компьютерной томографии. Я объясняю логику подбора, потому что вот это даёт понимание, когда что брать. Вот здесь, вот здесь нужно будет смесь минерализованного с губчатым, чтобы было вот так, а чтобы туда прорастали сосуды, от лоскута в первую очередь, нам нужен деминерализованный порошок компактной кости, чтобы он тоже находился здесь во всём объёме, который содержит факторы роста, индуктору остеогенеза, про который я рассказывал только что. И морфогенетические белки вот этим механизмом будут приводить туда клетки мезонхимальные и переваскулярные. А есть деминерализованные? А есть деминерализованные. Вот вы рассуждаете от продукции, а я рассуждаю от клиники, и поэтому это даёт понимание, где что брать. А рассуждение от продукции не даёт понимания. Кажется, что вроде много всего, всё от всего. В данном случае нам необходимо использовать смесь компонентов, которые включат кровь, аутокость, ну и в данном конкретном случае смесь минерализованного губчатого порошка, минерализованного кортикального и деминерализованного кортикального, который будет являться индуктором остеогенеза. И будет тащить... Ну нет, слушайте. А он не даёт объёма. И вот этот, посмотрим ситуацию. Я на самом деле вам даже немножко усложню. Мы разделим здесь объём на две части. Почему? Потому что тут растут сосуды, от лисонадкосничного лоскута через латеральное окно. Во всём объёме будет это, минерализованный губчатый, минерализованный кортикальный. Во всём объёме будет так же, как и здесь, деминерализованный кортикальный. А вот в этой зоне будет минеральный компонент, потому что есть риск убыли материала по объёму. И как только туда сосуды всё-таки прорастут, они будут съедать эту массу. Не потому что мы хотим продавать больше материалов, а потому что в данном конкретном случае это использование оправдано. А если дефект простой, то мы обойдёмся просто одним порошком. И не будем так нагружать доктора вот этой всеми... Минерализованным. Минерализованным порошком. Базовым материалом. Минерализованным. Вот надо вам покрупнее. Возьмите кортикальный. Но тогда он требует больше аутокости. Тогда берите спангиозный. Да, и всё. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...